С приходом зимы абсолютное большинство футболистов уходит в отпуск, отдыхает и набирается сил к новому сезону. Отдыхать не работать. Где был, что видел? Там, слунинцы излезли с детьми. И как там? Очень много морозов. Но! Есть в этот период всем известный праздник. Пожалуй, лучший праздник. Это Новый год. Праздник в первую очередь для маленьких детей. В этом году поздравить детей из детского городка было решено и на нашем родном стадионе Динамо. На праздник были приглашены именитые динамовцы. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Янина Провалинская Корольчик, чемпионка Европейских игр по борьбе Василиса Марзалюк и защитник нашего клуба, также сборной Беларуси, Игорь Шитов. А Динамошу никто не звал. Он сам пришел. Национальный олимпийский стадион Динамо в первую очередь это место для соревнований. Тем не менее, здесь нашлось место и для елки, и для новогодних конкурсов, и естественных хороводов с танцами. А потом вышел Дед Мороз. Провел свое состязание, где проиграл дружной команде динамовцев и раздал свои подарки. Двум мальчишкам повезло. Им достались настоящие игровые футболки Игоря Шитова. Вот уж где радости было в глазах. У меня еще есть майка моя. Еще одна майка есть, двая динамовская? Для меня, ну моя которая. Так ты у нас болеющий фанат, самый настоящий. И шарфик есть. Но на футбол будете теперь к нам приходить по чаще? Тем более в таких-то майках. Да. А потом была пресс-конференция, автографы и, конечно же, фото. Много фото. На память. Пусть мы не знаем, какая судьба будет у этих детишек в дальнейшем, но, возможно, кто-то и станет из них профессиональным спортсменом, и в дальнейшем будет выступать на стадионе Динамо. Зато мы твердо уверены, что такое поздравление запомнится на всю жизнь. А у нашего клуба стало еще больше поклонников. У тебя сегодня было много общения с ними, и что самое необычное, что тебе сегодня приходило слышать от них? Просьба, может быть, вопрос? А, нет, это, почеканить. Вот. Парень хочет почеканить со мной. Что-то он убежал. Сейчас пойду почеканить с ним. Продолжение следует...